МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Дали шанс. Что будет с вузами, у которых нашли признаки неэффективности? 400 км в час в Москве обсудили развитие высокоскоростного движения в России. А на болевшем, как в республике, обстоят дела с тарифами ЖКХ? Вузам с признаками неэффективности дали еще один шанс. По результатам мониторинга Минобра таковыми признаны три вуза в Чувашии. Два государственных – это Педуниверситет и Институт культуры, а также один частный – это Региональный институт технологии и управления. Накануне судьбы вузов обсуждались на заседании рабочей группы межведомственной комиссии по оценке эффективности вузов в Москве. А сегодня о выводах комиссии говорили на коллегии Минобра в Чебоксарах, где подвели итоги работы за год. Встреча в широком формате прошла в стенах Педуниверситета, который уже дважды признавался вузом с признаками неэффективности. В мониторинге Минобра участвовали 22 учреждения, находящиеся на территории Чувашии. В этом году это не только государственные, но и частные. И вот что сегодня о судьбе Педуниверситета сообщил глава профильного министерства Владимир Иванов. За год прошедший вуз сделал очень значительный вклад. По всем показателям, 5 показателям, которые были, положительная динамика, очень хорошее прогрессирующее движение. И тот план, или точнее даже программа развития вуза, сегодня претворяется жизнь. И комиссия отметила, что вуз проявляет признаки эффективности и дали еще шанс один год, чтобы выйти или пройти пороговое значение. Поэтому педагогический вуз будет существовать, функционировать самостоятельно. И есть все основания для этого. Что касается судьбы Института культуры, то на данный момент его также отстояли. Вуз финансируется из республиканского бюджета, и там готовятся нужные республике кадры, призванные в будущем сохранить национальную культуру Чувашии. Институту предстоит разработать программу развития, как это сделал Педуниверситет, а потом целенаправленно работать по документу. Удалось сохранить и частный вуз, сообщил Владимир Иванов. В будущем предстоит большая совместная работа и со стороны руководства учреждений, и со стороны республиканской власти. Вместе с тем на совещании обсудили итоги отрасли и задачи на будущее. Как отметил глава республики Михаил Игнатьев, в Чувашии сформирована эффективная общеобразовательная сеть. Функционируют свыше тысячи учреждений, в которых обучаются более 317 тысяч человек. Если взять расходную часть бюджета, то могу сказать, консолидированный бюджет на образование у нас практически превысил 13 миллиардов рублей в текущем году. Я внес проект закона на предстоящую перспективу на 3 года. Суммы у нас не уменьшаются, и в пропорциональном отношении никакие направления мы не сократили. Это практически, если взять от консолидированного бюджета, 30% расходуется на образование. Проводится целенаправленная политика по повышению заработной платы педагогических работников. Рост зарплат бюджетников остается ключевой темой государственной политики, как и обеспечение местами в детсадах жителей республики. До 2016 года планируется ввести почти 22 тысячи мест. Ольга Григорьева, Россель Мухаммедов, Республика. И еще одна новость в сфере образования. Аттестационная комиссия Миноборнауки России рассмотрела кандидатуру на должность ректора Чувашского государственного университета. Как сообщается на сайте ВУЗа, согласование от Минобора получили двое претендентов. Проректор ЧГУ по учебной работе Андрей Александров и директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев. Ранее на пост ректора претендовали также министр образования Чувашии Владимир Иванов, социолог Нина Полупан-Семедова и завкафедры региональной экономики и предпринимательства ЧГУ Анатолий Яковлев. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с председателем Волговятского банка Сбербанка России Сергеем Мальцевым. Данный банк участвует в реализации крупных социально значимых проектов в Чувашии, таких как строительство заводов Траковская керамика и Ядрин молоко. На рабочей встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между финансовым учреждением и республикой. Подробнее об этом в нашем завтрашнем выпуске. Молодым мамам бесплатное обучение. С 1 октября в России стартовал эксперимент, благодаря которому молодые мамы, имеющие двух или более детей, смогут пройти бесплатные курсы в Чувашском государственном университете. Для того, чтобы попасть в число мам-студенток, необходимо соответствовать следующим требованиям. Возраст до 23 лет и отсутствие высшего образования. Организаторы эксперимента пытаются создать молодым женщинам условия для подготовки к обучению по программам бакалавриата и специалитета. Кроме того, слушатели отделения ежемесячно будут получать стипендию в 2000 рублей. Молодым мамам, желающим пройти обучение, необходимо поторопиться. Заявление принимают до 20 ноября текущего года. А сам проект будет работать до 30 июня 2015 года. Глава Чувашии принял участие в расширенном заседании комиссии по транспорту и транспортной инфраструктуре Российского Союза промышленников и предпринимателей. На встрече обсуждался вопрос развития высокоскоростного и скоростного движения в Российской Федерации. Наша съемочная группа выслушала мнение экспертов о развитии транспортного комплекса страны. Сейчас перед всеми заинтересованными сторонами стоит задача тщательным образом проанализировать еще раз все эффекты, ожидаемые от строительства и пуска высокоскоростной магистрали. Мы по определению, я имею в виду АО РЖД, по определению я имею в виду транспортников, всех. Мы, несмотря на то, что по классификации относимся к сервису, ну приблизительно там же, где и парикмахеры, и банкиры, но тем не менее, все-таки это сервис реально. Реального сектора экономики, я бы так сказал. На самом деле, я считаю, что мы представляем из себя реальный сектор экономики вне зависимости от всех классификаций. Поэтому для нас решение, которое правительство принимало по выделению средств Фонда национального благосостояния для направления на инвестиции в инфраструктуру, является чрезвычайно важным. В зоне текотения ВСМ по всей России проживает около 100 миллионов человек, или 70% населения страны. Ожидается, что проект стимулирует трудовую миграцию, повысит связанность территорий, позволит задействовать транзитный потенциал. Все это в конечном итоге приведет к росту экономической активности регионов. Предполагается, что в зоне действия ВСМ Москва-Казань эффект только на стадии строительства составит 170 миллиардов рублей, а затем в процессе эксплуатации превысит полтора триллиона. По мнению специалистов, проект создаст более 100 тысяч рабочих мест, а объем заказов только на поставку строительной продукции превысит 270 миллиардов рублей. Комитет по экономической политике Совета Федерации поддержал проект ВСМ. Это конкурентноспособность наших граждан на рынке трудовых ресурсов, это снижение нагрузки на существующие железнодорожные сети, пассажирских и грузовых перевозок, то есть реальное увеличение пропускной способности и скорости перевозок. Это инновации 21 века, локомотивы и вагоны для наших условий, российские для России. В перспективе это и первые шаги, причем без отставания от мирового опыта по возможности скоростных перевозок контейнеров и грузов. Обсуждались также вопросы, связанные с упрощением процедуры изъятия земель, созданием благоприятного инвестиционного климата и другие темы. Социальное самоочувствие жителей Чувашской республики улучшится, потому что вместо того, чтобы ехать в Москву в среднем 11-12 часов, по фактору времени это четыре раза сокращается время. Это первое. Второе. В экономику Чувашской республики будут вложены не менее 120 миллиардов рублей. Это предварительно. Тем самым создаются дополнительные рабочие места. Для строительных организаций появляются новые возможности для того, чтобы участвовать на этой стройке. Ну и в-третьих, с учетом того, что особенности Чувашской республики плотность населения, в связи с тем, что трудоизбыточный регион, люди будут ездить и возвращаться на работу, с работы, потому что совсем другая жизнь, другая культура будет в данном случае. Понятно, по вопросам финансирования возникают вопросы на сегодняшний день, но я надеюсь и предполагаю, что в перспективе российские железные дороги и компания скоростные магистрали будут делать все для того, чтобы начатые инициативы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина претворить в реальную жизнь. Это очень важно для всех нас. Ситуацию с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги сегодня обсудили на координационном совещании у главного федерального инспектора Чувашия Геннадия Федорова. Все поручения президента и правительства страны относительно недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги при сопоставимых объемах их потребления выполнены полностью. Об этом доложила руководитель госслужбы Чувашия по конкурентной политике и тарифам Альбина Егорова. С 1 июня 2012 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации были внесены измененные стороны снижения нормативных потреблений коммунальных услуг на горячее и холодное водоснабжение, на водоотведение, а также были отменены водоотведения на общедомовые нужды. С 1 июля 2012 года с учетом данных поручений по ограничению роста платы же и граждан были снижены тарифы в соответствии с по согласованию с Федеральным службом по тарифам для 12 теплоснабжающих организаций по 9 муниципальным образованиям. Альбина Егорова сообщила также, что Государственная служба по тарифам ведет мониторинг за соблюдением уровня тарифов. Пока все складывается вполне традиционно. На сегодняшний день плата по данным Чуваштата, платы за коммунальные услуги в республике сложились ниже по сравнению с другими регионами Приворского федерального города. Так, по горячему водоснабжению Чувашская республика находится на втором месте снизу среди 14 субъектов федерального округа. По диктой энергии холодным водоснабжением водоотведения на третьем месте и по отоплению на пятом месте. Контроль контролем, но по-прежнему нередкие злоупотребления в сфере ЖКХ. Граждане часто обращаются с жалобами в аппарат главного федерального инспектора. И вот последний вопиющий случай, на который сослался Геннадий Федоров и после которого попросил собравшихся в зале не отчитываться о хорошей работе, а сосредоточиться уже на проблемах. Займать плату за опробировку по квартирному выбору учета сейчас счетчиков горячего холода воды незаконно. И вот, значит, жительница объявляется, обращается в управляющий компанию инженера заявление о принятии эксплуатации счетчика на горячих водоводов. Она сама установила этот счетчик, ну, самостоятельно. Вот. И даже когда она прекратила, что будет вынуждено обратиться в прокуратуру, когда с ней расцветали изъимать деньги за опробировку счетчиков, оспарили из этой погоды. Ее слова не произвели должного впечатления. Вот. Эта тематика только за 10 месяцев в Валерной государственной жилищной инстекции поступила более 1400 обращений. Это означает, что 1300 раза жители нашей республики увидели неправообъемые действия со стороны участников личных отношений. Это со стороны управляющих компаний, это со стороны жилища ГАДСК. Естественно, по положению, значит, государственной инстекции мы каждое обращение, хорее, значит, путем проведения неправильной проверки уявляем, естественно, нарушение. Вот, если говорить о количестве нарушений, то вот из этих тысяч, 1470 обращений граждан за 10 месяцев, значит, нами выявлено 767 случаев нарушения правил предоставления коммунальных услуг. Специалисты отмечают, что при предоставлении коммунальных услуг многое зависит от объемов их потребления. А тот по-прежнему не закрыт вопрос по оснащению многоквартирных домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Пока сохраняется такая ситуация, вопросы у людей могут возникать постоянно. Ольга Григорьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Сейчас каждый водитель знает, где в Чебоксарах установлена камера фиксации нарушений правил дорожного движения. А в ближайшее время в столице появятся новые электронные и технические системы охраны общественного порядка. Об этом говорили сегодня на совещании, посвященном безопасности города. Сейчас на дорогах Чувашии установлено 19 комплексов автоматической фотофиксации «Арена». Систему контроля за соблюдением водителями скоростного режима внедряет дирекция по БДД министерства Чувашии. На сегодняшний день с использованием данных приборов, которые уже эксплуатируются где-то 3-4 месяца, вынесено 49 900 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 24 миллионов рублей. В частности, были проведены конкурсные процедуры по приобретению 23 комплекса стационаров фотофиксации «Арена». Это скоростной режим на общую сумму 20 миллионов 700 тысяч рублей. А также проведены конкурсные процедуры по приобретению комплексов АБК «Поток ПДД». По словам Владимира Баженова, места установки комплексов на основных автодорогах города были определены на потенциально опасных участках с наибольшей концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Аппаратура позволяет в автоматическом режиме с помощью фотосъемки фиксировать все допущенные водителям нарушения скоростного режима. В ближайшее время планируется установить еще порядка 23 комплексов. Подрядчик обещает сделать все в срок. Сегодня нарушать закон не имеем права. Есть варианты решения. Временные схемы и так далее, другое, другое, другое. Действительно, потом мы, в любом случае, включаем в режиме другом. Вот за это время мы можем документы же поддать. Но, тем не менее, сроки у нас в декабрь месяц. Алена Жукова, Расиль Мухаммедов, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова